Новости на Хабар 24. В студии Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. Очередной суточный рекорд в Казахстане по количеству заболевших за сутки. 2734 человека. На сегодня это самый высокий показатель инфицированных с начала года. Стабильную тройку антирейтинга вот уже несколько недель возглавляют два мегаполиса Алматы и Нур-Султан, а также Алматинская область. Там зарегистрировали по 715, 548 и 369 случаев соответственно. Всего с начала пандемии вирусом заразились больше 266 тысяч человек. И о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире. Одновременно ставить прививки от COVID-19 от разных производителей не рекомендуют эксперты ВОЗ. Все потому, что сейчас о последствиях смешивания вакцин ничего не известно. Отмечу ранее, министр здравоохранения Франции заявил, что людям младше 55 лет, получившим первую дозу вакцины от AstraZeneca, предложат вторую дозу препарата от другого производителя. Напомню, в марте появилась информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. Позже Комитет по безопасности лекарств Европейского агентства лекарственных средств, изучив дополнительную информацию о препарате, сообщил, что польза от него превышает связанные с ним риски. Во Франции начинается производство вакцины от Pfizer-BioNTech в промышленных масштабах. Местные власти официально презентовали предприятие, где будут выпускать препарат. Оно расположено недалеко от Парижа. Всего в стране планируется открыть четыре подобные точки по выпуску дефицитного препарата. До конца года местные производители выдадут 250 миллионов доз, которые будут распределены не только внутри страны, а также переданы в распоряжение Евросоюза. В ближайшие недели ожидается появление на рынке первых вакцин, выпущенных во Франции. Кроме того, планируется начать изготовление препарата на основе полинуклеотинных антител, который показан для применения и лечения людей с ослабленным иммунитетом и их защиты от тяжелых осложнений. Сейчас французские ученые ведут разработку вакцин так называемого второго поколения. Они должны быть эффективны против новых мутаций коронавируса. Эти усилия мы будем продолжать. В ближайшие недели и месяцы они дадут свой результат. Сначала в части инноваций. Мы сейчас находимся на стадии завершения контракта на европейском уровне для запуска производства нескольких французских вакцин. Вакцина Санафи – разработка, которая хорошо продвинулась, основана на технике рекомбинированного белка. Есть и другая вакцина с другой техникой. Эти вакцины дополнят европейский портфель вакцин. В секретарете Шанхайской организации сотрудничества представили многофункциональную площадку торгово-экономического взаимодействия. Она открылась в городе Чунцзинь в центре Китая. Данная бизнес-платформа на некоммерческой основе будет предоставлять услуги компаниям из стран ШОС. С ее помощью предприятия смогут продвигать свою продукцию на китайском и международном рынках. Для этого на базе площадки учредят аналитический центр. Кроме того, платформа будет предоставлять логистические и финансовые услуги. Все это предполагает широкое применение цифровых возможностей города. В перспективе в странах ШОС планируют открыть представительство данной площадки. Чунцзинь – крупнейший из центральных городов Китая. Транспортный и технологический хаб. Один из основных маршрутов Китайско-Европейского экспресса, который проходит через территорию Казахстана, отправляется из Чунцзины. Если компания хочет войти на китайский рынок, то у нас есть офисное здание. Она может открыть там свое представительство. И мы окажем предприятию полное содействие, включая изучение китайского рынка, чтобы оно смогло через нашу площадку и город Чунцзин представить свою продукцию или услуги по всему Китаю. Если продукция требует дополнительной переработки, мы также можем предоставить технологии. Наша площадка не коммерческая. Мы предлагаем услуги компаниям на бесплатной основе. Презентация книги Абая Кунанбаева на грузинском языке состоялась в Тбилиси. Эта встреча должна была пройти еще в прошлом году, когда в свет вышел сборник поэзии писателя. Но из-за эпидемиологической ситуации в стране мероприятие перенесли. Представители посольства Казахстана и Союза писателей Грузии обменялись впечатлениями и почитали стихи классика. Собрание единомышленников проходило сразу на трех языках. Казахском, грузинском и русском. Юлия Тужилкина побывала на презентации книги. Казахская лирика в Тбилиси. На грузинском языке Абай зазвучал впервые. Как подчеркивают в посольстве Казахстана, в Грузии это событие значимый культурный вклад, способствующий дружбе двух народов. Абай многогранен. Абай отчитает и млад, и стар. И каждый понимает его по-своему. Исходя из своего возраста, он открывается вновь и вновь для каждого казаха. Поэтому мы хотели, чтобы и грузинский народ, и любители поэзии в стране, где высоко ценят и чтят своих поэтов, они понимают величество слова, поэзии, чтобы они обязательно ознакомились творчеством Абая. Стихи и песни основателя казахской письменной литературы, поэты и мыслители переведены на многие языки мира. Грузинским читателям труды мыслители стали доступны благодаря председателю Союза писателей Грузии Маквалегу Нашвили. Над переводом сборника она трудилась несколько месяцев. По ее мнению, поэзия Абая – это конституция духовности казахского народа, а его произведения сегодня как никогда актуальны для всех народов. Сейчас, когда в мире пандемия, когда люди отдалились друг от друга, когда кто-то посчитал, что деньги, имя или блеск другой страны важнее, чем родина, можно вернуться к наследию Абая и увидеть, как он порицал такое. Слава начинается с твоей земли, правда, с твоей души, говорил казахский поэт. Наследие Абая вечно, и я рада, что с помощью моей книги мой народ познакомится с этой гениальной поэзией. Участники презентации сборника Абая – дипломаты, поэты, музыканты и художники – высоко оценили философию казахского народа, вплетенную в канву поэзией и мастерство перевода. Для меня было очень интересно побывать на сегодняшнем вечере. Я художница. Я поздравляю и благодарю организаторов за потрясающий вечер. Сегодня произошла грузинская и казахская культурная коллаборация, и мы являемся свидетелями этого потрясающего события. На встрече также состоялась презентация еще двух книг – антологии казахской прозы и поэзии на русском языке. Сборники пришлись по душе грузинскому читателю, и это неудивительно, ведь духовные ценности двух народов во многом схожи. Как отмечено в предисловии, эти произведения заставляют задуматься о вечных проблемах человечества, взглянуть на них по-казахски, мудро, открыто и с добротой. Юлия Тужилкина, Шалва, Сур-Брашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Паводкоопасная ситуация сохраняется в ряде регионов страны. В частности, речь идет о Западноказахстанской, Актюбинской, Кустанайской, Акмолинской, Североказахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях. Там из-за плюсовой температуры быстро тает снег. Это может спровоцировать подъем уровня воды на реках. Также синоптики предупреждают о возможном сходе снежных лавин на реках Большая и Малая Алматинки. Чтобы круглый год обеспечивать скот зелеными кормами, в одном из фермерских хозяйств Североказахстанской области освоили технологию гидропоники. Пророщенный ячмень добавляют в коровий рацион. И это дает возможность повысить продуктивность животных и предотвратить их падеж. Репортаж Нургуль Ахметовой. Махабат Уралова работает на животноводческой ферме, где больше тысячи коров молочного направления. Чтобы увеличить надои, здесь начали выращивать зеленый корм для скота. Здесь мы замачиваем семенной ячмень на сутки в теплой воде. На второй день потом мы с обеда его раскладываем. Сюда мы добавляем пищевую соду и звездку. И звездку мы добавляем, чтобы бактерий не было. Спустя сутки ячмень раскладывают в поддоны и отправляют на проращивание. За семь дней зерна превращаются в зеленую массу. Специальное гидропонное оборудование установлено в двух помещениях. На площади всего 8 соток. Здесь ежедневно выращивают до 4 тонн зеленого деликатеса для скота, богатого протеинами. В помещении строго следят за температурой и уровнем влажности. Вот у нас получается корневая система здоровая, ни грибка, ничего нет. Акжарский район отличается засушливым климатом и бывает, что местные животноводы сталкиваются с нехваткой кормов. Поэтому фермер Марат Шапенов одним из первых решил освоить технологию гидропоники. Круглый год мы не можем обеспечать зеленым кормом, поэтому решили выращивать на этой гидропонике зеленый корм. В день мы 4 тонны даем в сутки. За счет этого улучшаем удой молока. Тут вот капельное нарушение. Через каждые 3 часа она сама опрысходит. Местным буренкам расширенный рацион пришелся по вкусу. Надои увеличились почти на 10%. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар, 24. И вернемся к событиям в стране. 14-й ребенок родился в многодетной семье Кирбулакского района Алматинской области. Новорожденного сына назвали Нургалым. За 27 лет совместной жизни Гульнас Шакенова с мужем Сарсенбаем Садуакасовым воспитали 10 дочерей и 3 сыновей. А сейчас нянчатся с тремя внуками. Радость многодетной пары после выписки разделила и наша съемочная группа. 42-летняя мать-героиня Гульнас Шакенова родила своего 14-го ребенка 5 апреля. А выписка из роддома совпала с днем рождения двухлетней младшей дочери. Для большей семьи маленький Нургалым такой же желанный ребенок, как и все старшие дети. Я себя чувствую очень хорошо. Роды были нормальные. Ребенка назвали Нургалым. Ребенок родится 3900 весом. Детей много не бывает. Если Аллах дает, надо брать и воспитывать, и расти. Это жизнь. Брачными узами Сарсенбай Садуакасов и Гульнас Шакенова связаны 27 лет. За эти годы судьба подарила им десятерых прекрасных дочерей и четырех сыновей. Каждому ребенку нужен индивидуальный подход, ведь все они с разным характером и темпераментом. Чтобы был достаток в семье, я освоил работу сварщика, машиниста, строителя. Дома дети помогают по хозяйству. Всегда друг друга во всем поддерживают. Как говорится, если Бог дает ребенка, даст и на ребенка. С ранних лет 50-летний Сарсенбай Садуакасов развивает в детях интерес к активному образу жизни и спорту. К примеру, третий ребенок в семье, 21-летняя Айжан Сувидова, чемпионка Азии по вольной борьбе, на протяжении 10 лет завоевывала множество наград по этой дисциплине. В прошлом году попробовала свои силы в смешанных боевых искусствах. Благодаря упорному труду и таланту за короткий срок стала чемпионкой Казахстана. Когда детей дома много, скучно не бывает. Все мы с разными интересами и занятиями. С детских лет у меня было желание к спорту. В будущем хочу пробиться в лучшие лиги по смешанным единоборствам и поднимать наш лаг на самых значимых турнирах. Многодетная пара 20 лет проживала в селе Каспан. После рождения 13-го ребенка в 2019 году им предоставили жилье по категории многодетная семья в селе Сарызек. Дом всегда наполнен детским смехом. И что удивительно, нет двойняшек и тройняшек. В роддоме Гульнас Шакенову знает хорошо. Я сама лично принимала участие в родах у Гульнас Шакеновой четыре раза. Рожать ей 14-го ребенка тоже помогало. Роды прошли благополучно, без осложнений. И через три дня она была готова к выписке. Сами же многодетные родители говорят, что если в будущем у них будет прибавление, этому будут только рады. Елеман Раимбеков, Куан Штургимбаев, Хабар 24, Алматинская область. В селе Арахат Мангуставской области заработал дом-мастерец. Многодетным мамам предоставляют рабочее место швеи и при этом не берут плату за аренду. Дом моды и подарок местного мецената. Сейчас здесь трудятся шесть женщин. Они изготавливают текстильные изделия, начиная от предметов быта, заканчивая нарядными платьями. Заказы поступают еженедельно и чаще всего через интернет. Тамара Степанова расскажет подробнее. Лоскутные красочные курпи особенно удаются 36-летней Марьям Сулу. Мать пятерых детей любила шить с детства. Она и сейчас не изменяет своему хобби. Правда, в настоящее время это уже стало профессией. Меня с радостью приняли в цех, предоставили швейную машину. У нас дружный коллектив. Сейчас все вместе шьем курак-курпи. Оно большое, поэтому заказ выполняем примерно за 10 дней. Чтобы национальные костюмы и другие изделия были необычными, здесь используют ручную и машинную вышивку. Заказчики приносят фотографии платьев и рубашек с необычными узорами и просят мастериц их повторить. В коллективе шесть женщин. Чтобы их пребывание в центре было комфортным, созданы все условия. Рядом с рабочей зоной есть еще одно помещение. Его планируют превратить в комнату отдыха. Сейчас здесь практически ничего нет. Но уже завтра сюда привезут диваны и столик для пеленания младенцев. Наш центр построен для того, чтобы наши многодетные мамы смогли обеспечить себя и своих детей. Есть места для 15 женщин. У нас организована столовая. Текстильную продукцию этого цеха также реализуют в местных торговых точках. А при поступлении заказов из других областей предприниматель, открывший центр, помогает мастерицам и с отправкой товара по почте. Тамара Степанова, Ренат Дусалиев, Мангостауская область, Хабар-24. И в завершении выпуска о необычной находке чилийских ученых. Они обнаружили окаменелые останки нового вида млекопитающих. Скелет и строение тела которого напоминает скунца. Примерный возраст находки 72-74 миллиона лет. Это означает, что зверь жил в Верхнем Меловом периоде в конце Мезозойской эры. Отмечу, что до сих пор возраст всех найденных в чили останков подобного рода млекопитающих не превышал 46 миллионов лет. Новый вид назвали Оретриум дзен, что означает «пятизубый зверь». По словам ученых, находка поможет заполнить пробелы в эволюции местной фауны и разрешить множество вопросов, на которые раньше специалисты не могли найти ответа. «Эта находка интересна тем, что, исходя из строения хорошо сохранившейся челюсти и зубов, можно предположить, что животное было всеядно. Оно питалось растениями, насекомыми и другими организмами. Его диета была разнообразной. Оно сосуществовало с другими формами жизни, преимущественно динозаврами». И к данному часу это вся информация, о которой мы успели рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова